итак вот мне осталось кусочек от оторвать и сегодня мы начинаем поклейку обоев здесь конечно полностью все заварено потому что у меня были еще шкафы и все сюда накидала не влазит абсолютно ничего вот ну в общем покажу вам как сейчас дело обстоит сушилка с бельем вот обои обои белые вот такими большими рельефами сейчас она раскрою покажу так вот такие огуречки вот так значит это все дело выглядит такие полосы прикольные сейчас модно белая белый интерьер поэтому я решила сделать все по-модному мне кажется интересно очень так отсвечивает играть тем более что у нас будет я надеюсь красивая кроватка которая весь интерьер возьмет как бы на себя так всем привет я вам уже показала тут свою разруху не снимаю поэтому естественно никакие видео про косметику но конечно очень хочется очень хочется снять видео но невозможно в таких условиях поэтому я решила как бы именно даже для себя знаете для памяти такой влог именно ремонтный и конечно я буду делать его по всевидимости долго вот сейчас крашусь и еду за мамой мы будем сегодня клеить обои обои вам показала они беленькие вот вещи все валяются все просто горло как бы их пыталась сложить но невозможно сложить то чего много и просто одна треть зала это вещи еще одна не знаю там треть это какие-то там диваны кресла и в общем то пройти невозможно тем более что диван сейчас раздвинутый чтобы на нем спать вот вчера мы были в нашем тут значит соседнем городе в котором мы обычно все покупаем все заказываем потому что у нас нас совсем деревня не деревня у нас город конечно просто я его так называю не люблю я свой город но однако уезжать отсюда это уже никуда не хочу потому что как бы я с ростовской области даже если смотреть на ростов на наш такой ногти конечно все вообще уже ну не обращайте внимание ремонт ремонт сегодня буду клеить обои не буду перекрашивать ногти это просто ни к чему так вот желая даже переезжала в этот ростов ну понимаете вы вас есть выходной вас есть там две-три задачи куда-то съездить что-то сделать это невозможно вы будете стоять в пробках будьте ехать этот полдня вы приедете нервная вы приедете раздражительная в общем это ни к чему здесь в городе я могу 85 раз его за день объехать и успеть и хорошо себя чувствовать ой вообще ничего не найдешь ничего не найдешь все валяется эхо да по моему такое небольшое ну что поделать так вот вчера мы поехали ездили в этот близлежащий город и мы не заказали шкаф первым делом вам заказывать шкаф потому что шкаф он будет большой достаточно он будет внутри там со всякими этими прибамбасами и поэтому его нужно собрать чтобы было как бы у людей больше места здесь поэтому потом только мы закажем кровать но точнее как мы узнаем через какое время будет готов шкаф если тот материал с которого он делается есть наличие который мы выбрали то тогда шкаф будет делаться две недели если мы что-то выберем там чего у них нет наличия тогда уже нам скажут сколько мне кажется эхо да ну вот так вот тогда нам уже скажут сколько ждать и мы уже будем думать как бы неделю разницы или сколько 4-5 дней мы будем заказывать кровать тоже есть конечно же страх большой успеть все к новому году ведь ремонт это у нас не планировался короче ничего нанесем базу где бальзам сумки видите вещи просто тьма так вот ремонт этот не планировался вообще никак просто я значит имея такое хобби как youtube я снимаю видео ролики какой-то момент поняла что мне нужно поменять фон и все и мы решили все разбомбить все выкинуть и до нового года естественно хочется успеть чтобы новый год как-то ну адекватно встретить не на мешках не на развалинах все все было хорошо так что очень-очень волнительно хочется успеть и все очень дорого мебель особенно в общем снимаю просто наверное даже больше для себя потому что смотрю как что было вот сейчас еще раз говорю накрашусь поеду за мамуликом и начнем начнем поклейку обоев наверное буду вставлять кусочки 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 до полного скорее всего до полной поклейки обоев потому что где-то через неделю бриллиант потому что где-то через неделю будут протягивать потолок кстати потолок я вызвала эту же бригаду которая натягивала мне эти потолки и вы представляете прошло три с половиной года оказывается причем потолки натянула три с половиной года и после них я клеил обои в принципе да там две недели разницы там месяц мы вот получается обои тоже клеила три с половиной года назад и а да тут непонятно хватит ли у нас денег значит заказать все и и кровать и матрас и шиванеры и тумбочку и естественно постельное белье я хочу купить хотя бы два комплекта белого красивого хочу узнаете как гостиничного типа кипельно-белая еще бывают такие на нем на белом белые полоски длинные может кто понял таких хороших отелях есть такое белишко ну в общем чисто белое белье хочу вот шторы конечно же что еще и какой-нибудь меховую белую штуковинку на пол вот то есть как бы все так хорошо тянет я надеюсь что мы что мы потянем но у нас как бы нет выбора либо мы будем сидеть без штор без паласа либо нам нужно покупать мне что кстати нравится допустим как мой муж мысли да он никогда не купит то что ну пока и так пойдет нет он так не сделать никогда мне это очень нравится он говорит что мой если как бы нету я буду собирать вот такого там затем роду он не будет делать в общем чуть-чуть я накрасила реснички сейчас я податру естественно по вымазывала потому что это буду не я подкрашу бровки карандашик у меня уже заканчивается кстати обалденная точилка от фаберлик может потому что она новая прямо точит вообще как по маслу шикарно пол карандаша уже стучила она же точит хорошо и хочется точить думаю может быть по отращивать бровки что-то с ними сделать но хотя я думаю что и в принципе ничего не получится если у вас пышные брови тогда да а когда у вас две волосины в три ряда и как вода и и на голове и на бровях и реснички у меня не густые может они там слегка может и длинноватый относительно кого-то с кем сравнивать то у меня может и длинные не знаю но они не густые поэтому отращивать не отращивать если в этом смысл так нанесу макс фактор вот эту свою разбомбленную пудру надо же ее допользовать ученых все лежит кстати девчонки вот этот куча вещей вот одна треть зала я вроде бы перебирала знаете раз перебрала потом второй раз еще перебрала ну что вы думаете я значит посылаю фото своей подруги знакомый я говорю ты представляешь сколько шмоток то она мне говорит ну вообще-то это мало вещей представляете я такая призадумалась я призадумалась о том что я считаю это много вещей я считаю что все таки нужно взрослеть и трудиться и создавать капсулы вот что вообще как как думает расскажите так я сейчас вот вы понимаете ободрал скотина все обои в квартире я сняла обои под поклейку да стоят голые стены гипсокартон что вы думаете он пытается подрать вот чтобы не трогал мне ничего там понял бесстыжий так вот и человек говорит что вещей у меня мало по мне мне кажется ну как для меня много потому что я это не ношу я не ношу это годами не то чтобы год не одевала два какие-то платья конечно я не ношу вообще все платья такого выходного дня очень-очень такие которые ну через чур ну не пышные а нарядные я вообще не одевала больше двух раз но так как вы их покупаете не за тысячу рублей вам их в любом случае жалко выкинуть и вот они висят висят я не знаю что они ждут ну представьте вещь в отделе два раза она новая она новая и вам ее жалко естественно что ее продавать я конечно не буду этим заниматься так вот для меня вещей много а она говорит что у тебя мало вещей но вы знаете я вот заметила у нас такой прикол был мы значит катались на велосипедах я с мужем ну в общем как-то так мы все вместе и человек одевает старую майку старые зачуханные шорты она едет значит на море в этих шортах то есть я например так не могу я не могу мне какие-то мне какие-то основные вещи конечно я пытаюсь себе купить например не знаю там юбку, шорты, сланцы, майку ну какие-то вот хотя бы базовые базовые да и что-то могу конечно подбавлять с прошлого сезона естественно даже из позапрошлого могу что-то достать ну а человек видимо так не делает видимо совершенно не расхламляет держит именно хлам именно хлам и говорит что ну вообще-то у тебя вещей мало девочки у меня громадный шифонер был у меня был большой достаточно комод я просто смотрю на кота он метит на новые обои козел конечно вообще я наверно думаю что когда мы поставим шифонер я в третий раз займусь расхламлением потому что дело никуда не годится мне это не нравится я хочу чтобы все было очень красиво расположено все лежало классно чтобы все было отлично это кстати наливное средство для пущок шугар блаш 47 51 мне нравится такой румянец кремовый он очень естественно смотрится кстати говоря но сейчас ничего не видно но света нет я лампу убрала все убрала вот так что перебрала разотрю так что мне единственное что не нравится что так будет недели две-три пока они сделают мебель пока мы не поедем ее не закажем сейчас муж на работе я не могу конечно же поехать одна потому что нам вдвоем жить нам обоим нравится этот шифонер и мало ли что мне предложат ну как бы мы обои то ездили вместе убирать нет такого что я поехала и что-то купила а многим мужчинам например все равно что будет дом моим мужу далеко не все равно он прямо в первых рядах принимает участие выбирает поэтому сама я конечно не куплю ну шифонер я имею как думаете как выгляжу надо зеркало брать что чуть-чуть ну у нас и пасмурно и влажность и дождик моросит и солнце солнце свет его брала поэтому конечно ничего особенного не видно ничего такого ну мне нравится эффект как бы кстати нет хайлайтера ничего нет это вот так просто моя кожа заблестела не знаю как думаете стоит ли делать вообще вот он вот этот это мне значит писал профайл косметолог стоит ли повторять эту процедуру ну чуть-чуть можно еще поднять уголочки как думаете я вам не пойму опущена не опущена ну конечно да наверное чуть-чуть все нужно все нужно будет перебирать потому что стол косметический как в икее там вот одна только вот эта штука снизу знаете большая выдвигается из-под стола и все покупать 3000 комодов блин не знаю даже не знаю чем бы накраситься давайте блесточек нанесем это алифлейн power shine lip gloss мне не нравится здесь кисточка она пластмассовая в телефон не очень удобно краситься нет давайте поднимем зеркало темно темно ничего не видно ничегошечки не видно короче ужасная кисть не знаю ну блеск давно покупала может не доработали не знаю ну такие блески они красиво блестят ночью вечером при искусственном освещении тогда да они горят переливаются днем конечно ничего особенного вот так что сейчас поеду и начнем с понедельника у меня заканчивается отпуск я брала его на 5 дней вот чисто для этих работ там обоих ободрать бриллиант я вот уже что-то снился вот что за котяна вот и в общем-то в понедельник уже на работу а у меня гора вещей вы видели просто горище вещей как мне собираться на работу где мне искать что-то это ужас я вроде бы выкладывала стопочками чтобы все было ясно и понятно но в обконцовке ничего не ясно и ничего не понятно эти маленькие стопочки превратились в одну громадную стопку и все и капец я допиваю кофе и еду за мамой и все всем пока 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 ну а вообще еще блок продолжается забыла вам сказать давайте для хорошего настроения нанесем SoFever Together от Ariflame очень мне зашел этот аромат пока отодвинула все ну по чуть-чуть конечно я пользуюсь пользуюсь шейк что-то прям очень полюбила это Black Opium о какой он вкусный но он сладкий этот я не могу назвать сладкий хотя конечно он ну он и не свежий он слегка слегка сладенький он как будто вы знаете какие-то кремовые цветы вот очень такие как будто сливочное что-то очень кремовое очень приятно очень обволакивающее не сладкое оно слегка подслащенное очень такое прям уютное мне кажется вообще на все времена ну летом например я бы его днем не воспользовалась а вечером если чуть-чуть прохладненько жара спала то вполне возможно очень очень мне сейчас прям заходит этот парфюмчик кстати о парфюмчиках я не знаю они у меня все не поместятся вообще никуда мне наверное придется какой-то шкаф ну пенал или какой-то стеллаж покупать не знаю не знаю что делать с этими парфюмами и я начинаю понимать что их слишком много ну я периодически понимаю что их слишком много ну вы видели новинку в фаберлик там какое-то значит молодежное что-то белая крышка круглая белый флакончик и он весь ягодный очень вкусный я так понимаю ну конечно я его хочу валькирию пока брать не буду потому что все таки я думаю это летний более аромат а вот тот не помню вообще как он называется тот конечно же очень хочу и ничего не видно ничего не видно я наоборот тут на этот угол два рулона оно будет видно угу да что оно высохнет будет блестеть а так видишь пятна это даже не мокрое это вот эти как раз эти затемнения высветления но оно это мокрое оно потом вы так и переборки в живую красивее конечно но еще темненько нет мы со светом просто света один и его мало вот такие беленькие волнистые обои все еще не убрано все тут ну завтра еще целый день получается поклеила вот эту стену ту эту осталась вот здесь завтра и вот эту нишу где она стояла ой чуть не убилась где стояла кровать вот здесь еще осталась поклеить там еще кусочек обоев видите у меня здесь было подсвет ну видели это показывала ну и потолочек потолочек перетянут в среду аж перетянут в среду потому что сказали обои должны просохнуть очень хорошо дня 4 иначе здесь будет все надувать пушкой будет очень горячо влажно и обои могут отстать но они еще не просохли до конца вот а так как сейчас пасмурно дождливо и сыро поэтому перенесли практически на неделю ну вот такие дела у нас в общем буду снимать преображение постепенно ну как вам пишите мне кажется нормально очень так спокойно это все таки спальня очень так спокойно вот такие обои я их называю мохнатые знаете как такие завитки шерсть ну что-то мне так напомнилось здесь ну завтра еще предстоит работеночка так и ну так вот так Продолжение следует...